Забайкальский край Ранее портал зап.ру писал о том, что с начала марта 100 ИП закрылось в Забайкалье почти 28 тысяч безработных, зарегистрировано в крае. Каждый пятый бизнес в России исчез навсегда. Уровень безработицы в Забайкалье достиг 5,1% и продолжает расти. Россия может остаться без новых аттракционов. Такое мнение выразили производители, заявившие о необходимости предоставления отрасли государственных субсидий, пишет коммерсант. Авторы обращения пожаловались, что около половины их постоянных покупателей столкнулись с резким падением спроса из-за пандемии коронавируса и закрытием развлекательных парков. При этом государство также не обеспечивает отрасли заказами. На данный момент работу приостановили почти все отечественные производители аттракционов. В сложившейся ситуации велика вероятность того, что они не смогут запустить линии до конца года, говорится в письме. Министерство просвещения запустило проект 500+, направленный на поддержку школ с низкими образовательными результатами. В штате таких школ должны появиться руководители с большим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники. К работе также привлекут студентов педагогических вузов, а сами школы получат возможность сетевого взаимодействия с лучшими образовательными организациями внутри региона. Со слов главы Минпросвещения Сергея Коровцова, подобная практика признана во всем мире, в первую очередь в странах с успешными образовательными системами. Губернатор Курской области начал штрафовать чиновников за орфографические ошибки в документах. В администрации региона есть корректор, но порой даже после его проверки в текст приходится срочно вносить какие-то дополнения или правки, отметил Роман Старовойт. Со слов раньше он за ошибки делал чиновникам устные замечания, сейчас решил ужесточить наказание и лишает виновных премии за квартал.